Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинародную пропаганду. У меня, как и у многих зрителей, в доме постоянно толкутся любители сладостей. И эти любители моментально сметают любое количество вкусняшек. Я сладости ем нечасто, но иногда возникает желание заточить что-нибудь под чашечку кофе или чая. Покупать сладости заблаговременно в такой ситуации достаточно бессмысленно, потому что, например, два-три-пять дней у меня такого желания не возникает, а потом вдруг, когда я завариваю себе чашечку ароматного напитка, желание стрескать сладость появилось. А ее и нет, уже стрескали все. Естественно, нестись тут же в магазин мало приятного, тем более, что в моих условиях до него нужно ехать на машине. Поэтому я давно уже освоил пару десятков очень быстрых рецептов, которые позволяют мне удовлетворить мою пагубную страсть. Сегодня собираюсь поделиться одним из таких. Он очень простой, очень вкусный и достаточно быстрый. А если у вас есть дома еще хоть какая-нибудь кухонная механизация, то еще совершенно нетрудозатратный. Поехали! Для приготовления теста можно, конечно, все смешать руками, но проще воспользоваться измельчителем вот такого типа. Мука, разрыхлитель, немного сахара, немного соли и холодное сливочное масло, нарезанное кусочками, чтобы проще измельчалось. Можно даже его в морозильнике подержать минут 15-20 после того, как нарежете. и 20-30 секунд жужжания. Видите, получился эдакий песок. Тут у меня творог, к нему надо добавить немного лимонной цедры. Цедры не обязательно просто с ней вкуснее получается. Творог отправляется в измельчитель и ванильный экстракт сюда. Тоже необязательная штука. Какой именно ароматизатор использовать, вам решать. Нет у вас ванильного экстракта, использовать ванильный сахар или ванилин. Или вообще вместо цедры и ванилина положить кардамоном или корицы. Все на ваш вкус. Опять немного пожужжать и получается тесто. Отлично! Чтобы проще было из него лепить печенье, тесто надо охладить. Примерно полчаса в холодильнике достаточно. Сразу раскатаю эдакую колбаску. Она так быстрее остывать будет. И в пленку ее. Тесто в холодильник. Духовку включаем. 180 градусов верхний и нижний нагрев. Пусть греется. Оставайтесь с нами. Время формушки печенья. Противень надо застелить бумагой. Если ее сначала сметь, то она сворачиваться в трубочку на противне не будет. Как ими доформовать печенье? Дело вашего вкуса и ваших привычек. Можете сначала все тесто раскатать в пласт, потом нарезать его на рубики. Или можете из этого пласта кружочки рюмкой выдавить. Как вам нравится. Я делаю так. Отрезал шайбу, раскатал на кусочки пленки. Пленкой же накрыв, чтобы не приклеивалась она к скалке. И выдавил кружок. Одной стороной сахар. И затем пополам. И еще раз пополам. А верхней стороной опять в сахар. Готово. Ну и вилкой слегка поддавить. Вот такая печенья получилась. Короче, фантазируйте с формой кто во что гораздо. Можно цветочек изготовить. Вот так. Все. Можно выпекать. Время выпечки зависит от вашей духовки. Выпекаем, глядя на внешний вид. Нам нужно получить печенье светло-желтого цвета. Никаких темно-коричневых тонов. Пересушите, будет плохо. А в моем случае на это уйдет примерно 20-25 минут. Естественно, готовому печенью надо дать остыть полностью, если хватит силы воли. Обожаю. Причем мне нравится вот именно с лимонной цедрой. Потому что такой классный лимонный аромат присутствует. Печенья очень мягкие. Очень с классной консистенцией. Потому что творог этот присутствует, легкая кислинка. И, знаете, они очень сбалансированные. Они не сильно сладкие. Сладость присутствует, но не сильно. И вот с чаем, на мой вкус, просто изумительно. Мне такие очень нравятся. Тем более, готовятся они просто. Вы видите. Так что готовьте и наслаждайтесь. Ничего. Буквать всякие магазины. У них еще маргарин пихают всякий. Мне очень приятно по вкусу. Мне кажется. Я не про здоровую сейчас часть. Потому что я во все эти страшилки по поводу жуткого эда маргарина. Честно говоря, вот даже слушать не хочу. Чисто про вкус. Вот по вкусу сливочное масло здесь присутствует. Очень хорошо. Так что готовьте сами. И радуйте себя и близких. Огромное спасибо за компанию. За лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok